Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 19 мая. Представление благоверного князя Иоанна Угличского В иноках Игнатия, Вологодского чудотворца. Святой благоверный князь Иоанн был сыном благоверного и христолюбивого князя Андрея Васильевича Угличского и благоверной княгини Елены. Святое крещение он принял в городе Великих Луках и, достигший возраста, скоро научился грамоте. Он обладал кротким и мирным характером, не любил детских игр и, соблюдая во всем умеренность, прожил в доме отца своего до 30 лет. В это время ненавидящий добро враг рода человеческого внушил великому князю Иоанну Васильевичу Московскому, княжишему в Москве с 1462 по 1505 год. Ненависть к родному брату его, благоверному князю Андрею Васильевичу Угличскому и его сыновьям, к нему Иоанну и Димитрию, и он повелел схватить их, наложить на них тяжелые оковы, свезти в город Переиславль и заключить в темницу. Он заподозил брата своего Андрея в измене по поводу того, что последний не выслал войско в помощь ему против татар, и за это заключил его с семейством в темницу. После всего они были переведены сперва на Белоозеро, а потом в город Вологду, где заключенные в оковах в темницу под крепкой охраной прожили много лет. Блаженный князь Иоанн Андреевич, отличаясь мудростью, утешал брата своего князя Димитрия и говорил ему, брат, не скорби о том, что заключен в темницу и страдаешь от этих оков. Бог внушил дяди нашему, государю великому князю Иоанну Васильевичу, поступить так с нами для того, чтобы доставить пользу душам нашим, ибо через это он сделал для нас невозможным заботиться о суите мира сего. Будем же молиться Господу Богу, чтобы он послал нам милость свою, с радостью перенести во имя его страдания наши и избавиться от вечных мучений. Приобрев таким образом успокоение в страданиях и скорбь о грехах своих, святой князь пробыл в темнице Иоанновых 32 года и, наконец, сильно заболев, почувствовал близость кончины. Он призвал к себе и спас его монастыря святого Дмитрия Игумена Месаила и принял от него иноческое пострижение, причем ему дано было имя Игнатия. Радость и веселье наполнили душу блаженного князя, когда он облегся в ангельский чин. Причастившись при чистых тайн Христовых, он осенил себя крестным знамением и приставился в вечные обители. Это произошло в девятнадцатый день месяца мая 1522 года. После смерти преподобного князя из тела его изошло благоухание, которое наполнило весь город. Тогда жители города приготовили к погребению тела его, отнесли для погребения в монастырь преподобного отца Дмитрия Прилудского в храме Всемилостившего Спаса и похоронили под алтарем близ Дмитрия Чудотворца. На этом месте преподобные до настоящего времени подают исцеление тем, кто приходит к ним с верою. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.